Матч «Спартак-Зенит» в дополнительной рекламе, как известно, не нуждается. Тем более, когда это первый матч сезона. Есть возможность посмотреть на игру любимой команды после долгого перерыва, оценить качество подготовки к чемпионату, не делая поправок на турнирные расклады. Интересно взглянуть и на новичков команд. В составе красно-белых дебютировали бразильцы Кариока и Алекс, а также призванный из дубля молодой Макеев. А у «Зенита» впервые появился на поле португалец Мейера, призванный укрепить центр обороны петербуржцев. Он сразу же оказался в центре событий. Времени на адаптацию к новым «Реалям» новичку «Зенита» красно-белые не предоставили. Уже на второй минуте матча Веритон оттер Мейеру от мяча, прошел по центру штрафной и мощно пробил. Малафеев удар парировал, но первым на добивании оказался Саенко, вколотивший мяч в сетку. Спустя пару минут Саенко едва не удвоил преимущество «Спартака», но Малафеев ликвидировал угрозу. Показалось даже, что пропущенный в первой же атаке соперника гол на какое-то время поверг «Зенит» в состоянии легкого нокдауна, вынудив срочно перестраивать игру. Впрочем, сами «Зенитовцы» с этим категорически не согласны. Да ничего он не испытывал. Мы быстро отыгрались и, в принципе, нормально помогли. Отыграться и правда удалось быстро. Причем удар Павла Погребняка со штрафного вполне можно номинировать на лучший гол-тура. Пушечный выстрел нападающего «Зенита» на 17-й минуте восстановил равновесие в счете. Наставнику красно-белых оставалось лишь развести руками. Что можно сказать, когда соперник забивает такой гол практически из 30 метров? Что тут еще говорить? Впрочем, поговорить в этом матче было о чем. Например, о реакции болельщиков на забитые мячи. Из-за дыма зажженных фаеров телекамерам не всегда удавалось четко демонстрировать происходящее в матче. А посмотреть было на что. Взять, к примеру, очередную атаку «Спартака». Тем не менее, футболисты к творившемуся на трибунах отнеслись философски. Это часть футбола, тем более, когда играет «Спартака» «Зенита». Это нормальное явление. Матч не останавливал. Не остановлюли из-за фаеров. Второй тайм прошел в обоюдных атаках. Быстров выходит на ударную позицию, но отправляет мяч в небо. Лаудру простроен результатом, а скамейка довольна активностью на поле. Данни пытается завершить комбинацию партнеров по команде. Мяч также проходит мимо. Удар за пределы штрафной опять не точно. Велитон прорывается по флангу. Мяч транзитом через центр штрафной «Зенита» доходит до Саенко. Удар мимо. Остается только извиняться перед партнерами. Матч напоминает борьбу двух фехтовальщиков, обменивающихся острыми уколами. Вот уже «Зенит» наседает на ворота плите косы, но удар Денисова проходит рядом со штангой. У нас возникали хорошие, опасные моменты. Нужно просто было более сконцентрироваться с партиейцем мячом. «Спартак», в свою очередь, старался за счет свежих игроков, за счет замен, постараться споймать нас на контратаке. Были тоже опасные контровыпады с их стороны. Поэтому, я думаю, игра была интересная, игра была скоростная. Мяч в сетке, кстати, все же побывал еще дважды. Причем по разу в воротах каждой из команд. Но счет на табло так и не изменился. Я думаю, что такие моменты нужно, конечно, посмотреть еще раз в повторе и тогда уже решить, что там было. Но по-своему, у своих ворот могу, и это был ближе момент, и могу сказать, что, скорее всего, там было не игры. А по голу, который незащитный ворот Спартака, я был дальше всех от этих событий, и мне трудно комментировать это. В итоге матч так и завершился при счете 1-1. Весьма стоит заметить в справедливом счете, если судить по происходившему на поле. Поражение в этой игре ни одна из команд не заслужила. А на победу, пожалуй, не наиграла. Должен похвалить и обе команды. Это был настоящий бой. И мы, Спартак, очень хотели победить. Создали массу возможностей и столько же возможностей не использовали. Счет 1-1 по такой игре закономерен. Могу сказать, что в целом своей командой я доволен. Хотелось, конечно, чтобы из пяти верных моментов, которые у нас были, мы еще хотя бы один реализовали. Но в целом я сегодня увидел хороший Спартак. Думаю, никто теперь не скажет, что мы находимся ниже Зенита. В общем, начало удалось.